здравствуйте здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и этот выпуск я решила записать именно как видео для того чтобы вы сравнили что удобнее видео или прямая трансляция а сегодня у нас гости довольно интересный и он уже на канале у дудя набрал 12 миллионов просмотров я уверена что это не предел потому что гость очень интересный не зря я назвала его потеряшкой он пропал с просторов ютуба несмотря на то что он был одним из самых популярных известных блогеров на тот момент когда он эту деятельность осуществлял сейчас конечно же очень много новых блогеров появилась новых ютуберов до которые уже и миллионники и и все но как даже сказал юрий дудь он сам вдохновился тем чтобы пойти попробовать себя на youtube после того как увидел успех ивангая кто такой ивангай это парень который имя его иван и фамилия рудской иван романович рудской но об этом конечно же вам расскажет лучше википедия а я все-таки буду делать разбор и поэтому я сделаю себя сейчас чуть-чуть поменьше кстати сейчас несмотря на то что это запись вы можете поставить плюсик в чатик и чатик сохранится потому что я через премьеру буду это видео опубликовывать и вы сможете там свое мнение тоже писать во время того как про проходит эфир да это тоже самое практически как и прямой эфир единственное что я ваших комментариев не вижу но я надеюсь что тогда когда это видео будет опубликовываться я буду в чате и смогу вам даже отвечать в отличие от того но отвечать письменно в чате в отличие от того как я веду обычно прямые трансляции но опять-таки это тестовый режим вы мне в комментариях обязательно напишите свое мнение как мне продолжать продолжать это делать через прямые эфиры или через видео но давайте идем первый фрагмент но я по привычке чуть не сказала давайте мне плюсики в чатик если все хорошо со звуком я думаю что все будет хорошо со звуком потому что я этот звук как минимум проверю потом в записи и так включаю первый фрагмент и давайте смотреть первый фрагмент у нас про то как вообще как иван ведет себя в обычной же ну даже не в обычной жизни она интервью с юрием дудем что он вообще какие самые частые эмоции он испытывает а я вижу что он находится в стрессе он знаете вот когда тело находится в стрессе у него две реакции замри или беги вот в данном случае он постоянно хочет убежать вот посмотрите на самых стрессовых вопросах иван ведет себя именно так смотрите он либо отступает либо отклоняется либо пересаживается но это мы часто видим у многих гостей давайте смотреть это самый большой за твою карьеру да и он был единственный ты не позволил или просто не смог кто-то точно скажет ну камон что это за такое это лежало на поверхности на звук например это по поводу до дать его звуковое решение лежал на поверхности я не взял потому что это просто а моргенштерн взял потому что ему не стыд нет вот вода и многие не поверят в это многие скажут до чего ты просто не смог придумать не смог разглядеть в другом ключе это в другом отсаживается да когда юрий задает более острые обостряет можно сказать вопросы иван отсаживается ему неловко ему некомфортно и он пытается убежать из этой ситуации и происходит вот такое либо отступание либо отсаживание да самые волнительные моменты идет избегать ритме там все там вот буквально в деталях все сдвинуто но человеческое ухо она умнее чем компьютер компьютер ну типа качем чем в общем да 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 опять отсаживается это по поводу его треков которые он грубо говоря слямзил из каких-то треков которые он услышал да чуть-чуть переделал но человеческое ухо не обманешь и многие его обвиняют в плагиате я разбирал как бы сказать самые культовые примеры чтобы научиться на них да но все-таки здесь был упомянут моргенштерн давайте посмотрим как на самом деле иван относится к моргенштерну ну как известно это сейчас на человек который тоже очень популярен можно сказать пришел на смену ивангаю как как он относится к этому персонажу давайте смотреть что думаешь о моргенштерне моргенштерн так но он слышит он вайбит он наблюдаем за ногой видите какая реакция а он он ровный я его выкупал вот он ногой как бы пытается немножечко примять ему не комфортно да он говорит вроде бы хорошие вещи о нем да но все равно ему немножечко либо не комфортно за ту деятельность которую делает моргенштерн либо он он сам по себе вот думает что это конкурент ему и поэтому вот такой вот подсознательный посыл идет вот он ногой пытается немножечко его прижать к земле паю я ему респектую при притопывает смотрите и ногой как бы наоборот отталкивает помните у нас есть такой же когда человек локтем отталкивает то что ему неприятно вот здесь вот как раз идет тот же самый же но ногой понимаете еще обратите внимание что это левая нога эмоционально эмоционально все-таки он ему некомфортен но при этом он говорит довольно позитивные вещи но мы же с вами любим заглядывать между строк да и поэтому конечно же мы это видим да но вы там в чате что-нибудь пишите потому что если я даже с вами не общаюсь я могу вам отвечать вот я думаю что я буду смотреть эту трансляцию сама сама буду присутствовать и возможно вам письменно смогу ответить но но я могу наверное единственный вот видите сначала он говорил о нем довольно позитивные вещи но сейчас пойдет уже то что на самом деле он понимаете вот это вот вся прелюдия которую он изначально про мангерштена начал говорить она в общем то могла бы сойти за позитивную информацию если бы мы не видели этих сигналов тела и при таких сигналах тела мы понимаем что дальше будет какая-то информация которая совсем не относится к позитивной кто ему говорит что-то не так я наблюдаю за ним и я считаю у него огромная ответственность перед ютубом перед детьми которые растут и все это он делает все достаточно своеобразно неплохо красиво даже и смотрите нога уходит нога прячется и причем это уже правая нога то есть правая это социальная это общественная можно сказать сторона и если человек правой уже рукой ногой правой конечности жестикулирует то это касается как раз социума социального такого момента и мы видим что в социальном плане он боится того вреда который приносит маргенштерн да и вот здесь идет вот такой посыл актуально модно молодежно на современных темах типа бабла хайпа денег шмоток машину вот это вот сейчас просто модно это не то что типа это прям классный круто это просто модно это возможно же временно и я за это не поддерживаю типа мои методы другие я как-то хотел бы более вот смотрите опять за ногами он на ноги немножечко сжимает и опять что касается меня морально типа расти да вот я бы вот этого в социум не забрасывал я боюсь это забрасывать в социум что говорят его ноги и людей с собой тянуть он крутой музыкант да да треки в башке заедают он да значит пожимает плечами а вернее плечом все-таки он не знает ответ на этот вопрос но опять-таки я смотрела его базовую линию поведения вот сюда когда он смотрит он выстраивает то что надо сказать это непрочувствованный ответ поэтому просто он сказал то что от него хотели слышать и не более того а дальше следующий фрагмент это огромное влияние подписоты они же чего-то хотят от тебя и так много вот кажется их так много вот смотрите опять опять вот тот же жест ногами он как бы поднимать и вот помните мы часто наблюдаем что люди именно руками вот этот жест делать да они как бы отталкивают пытаются оттолкнуть от себя что-то неприятное что-то неподходящее да вот вот попытка и здесь тоже самое идет понимаете ты начинаешь верить что это единственный правильный вариант это делать так как хотят они а еще есть такая мысль что массы не осознанны они действительно просто хотят просто много дофамина контента ну тип это тоже должен был как-то балансировать между собой разрываться между видеть и вот сначала притопнул сначала притопывает левой ногой это эмоции эмоциональная его часть да притопнул ногой а потом сейчас ногу убрал то есть своими интересами избегание идет уже и в эмоциональном плане то есть он ну такие противоречия которые в общем-то для его эмоции довольно губительны и он это описывает и подписчиками они прям как-то обижаются вот это а меня это в смысле а вдруг они реально обиделись да это он описывает о том как он когда был блогером как он был зависим вообще такие созависимые отношения с подписчиками он описывает на самом деле это неизвестно любому человеку ну как уже теперь по его стопам пошли многие люди и стали блогерами и это но я тоже подтверждаю что это есть такая история когда ты зависишь от мнения твоих подписчиков тебе кажется что надо прислушаться ко всем и здесь возникает очень большое противоречие потому что абсолютно все не могут быть правы существуют разные мнения и здесь вот от того какое мнение ты как но можно сказать лидер мнений выберешь да зависит вообще насколько будет здоровая обстановка насколько вы все договоритесь здесь знаете такая большая семья и у него как известно была эта семья очень большая и представляете какая огромная ответственность ложилась на его плечи неокрепшие подростковые плечи это просто вообще конечно он он сейчас вот реально как можно сказать как гуру рассказывают вот эти вещи но конечно же не буду говорить что я прям полностью его поддерживаю многие моменты в его интервью мне очень не понравились как и многим другим конкретно когда он рассказывал про наркотики но тем не менее вот какие-то вещи которые касаются именно невербальных сигналов тела мы с вами сегодня рассмотрим и сделаем определенные выводы нам же важно именно научиться распознавать сигналы тела и он очень хороший пример для этого итак следующий фрагмент давайте посмотрим они в курсе обо мне и такие постики мне лучше не писать с разных источников не типа менеджеры говорили типа что обо мне в курсе что мои посты следят чтобы я помалкивал и когда я перестал помалкивать когда я начал вот прям в открытую говорить вот всем ходил по питеру такой ребята вы чего не выкупаете вас тут используют типа того ну в общем я не находил политических одномышленников это только меня как-то в петель видите вообще очень много сигналов тела у него как раз идет через ноги я неспроста уже какой фрагмент подряд мы с вами рассматриваем именно его ноги мы видим что в данном случае он ноги прям скрестил да не просто как-то потихонечку убирает стоп стопы ног и тем самым мы понимаем что он хочет избежать этой ситуации а здесь он прямо в открытую ноги скрестил и мы видим что эта тема ну вообще не комфортно для него вообще но тем не менее он ее рассказывает эту тему то время политизировал и вот видите ноги он скрестил причем сначала убрал правую ногу вот обратите внимание правую это социальная нога то есть ему некомфортно в социальном плане на дальше он решил что этого жеста недостаточно и взял и скрестил две ноги вот это уже такой прям закрытый закрытый жест да вот вот видите как и еще смотрите руки на коленях вот это тоже интересный жест потому что мы помним что колени это про чувство собственного достоинства про нашу гордыню и когда человека кладет руки на колени он как бы усмиряет свою гордыню но а тут разные трактовки потому что если он начинает поглаживать он как бы восхваляет себя а здесь он прям просто положил руки на колени и как бы показывает своим видом что я ну вроде смирился да я смирил свою гордыню но все равно мне это некомфортно да я свою гордыню смирил но мне было очень некомфортно говорит его тело дальше давайте следующий фрагмент аккорды я взял с этой песни смотрите это по поводу его плагиата о котором вот там тоже шла речь и а сначала вот он пытается найти нужные слова и это как раз опять говорит о том что ему некомфортно выстраивать слова до выстраивать слова в предложение ему не очень удобно потому что он не на своей территории ему неловко об этом говорить но потом смотрите сначала как бы шло некомфортно а потом он собрался и стал уже с жестами ну как как он я взял и к включил иллюстраторы это значит воодушевился иллюстраторы это жесты которые усиливают слова вербальный посыл то есть словесный посыл когда человек начинает жестикулировать он тем самым добавляет эмоции в свои слова и тем самым слова делает более яркими более запоминающимися и поэтому мы видим что сначала немножечко пробуксовал как знаете машина когда начинает ехать ну там выезжать откуда-то да там из снега например сначала она с трудом право пытается оттуда выехать а потом она уже легко можно сказать набрала скорость и поехала уже ее не остановить вот здесь та же история я чуть-чуть изменил в виде аккорды типа они уже буквально называются не так я взял их поменял местами я взял их сдвинул по ритму и тот кто до этого догадался большой умничка а вот теперь смотрите кто до этого догадался вот смотрите сначала шла вина а потом кто до этого догадался немножечко отвращения и и челюсть смотрите она не только чуть-чуть вверх пошла она еще и в сторону пошла скрываемые эмоции скорее негативные эмоции ну что ж вы такие глазастые а я так хотел от вас это скрыть а вы взяли и догадались вот это говорит его тело и ему конечно же стыдно но ему бы очень хотелось чтобы не не заметили этого видите вот отвращение челюсть повыше да все таки ему не очень это понравилось что его так вот спалили но тем не менее все равно кто догадался тот молодец на на самом деле конечно же лучше бы вы не догадывались говорит его тело а дальше следующий фрагмент либо по каким-то там своим оперативным действиям они понимали что ты человек у которого собой может быть вес и они для того чтобы сделать палочку вот смотрите удивление вот кстати часто нам не хватает удивление когда многие люди там рассказывают о том что с ними как бы произошло но на самом деле не происходило и вот этого удивления часто не хватает мы видим что он удивился этой версии он действительно не думал в этом ракурсе он рассказывал о том что к нему подходили люди явно полицейские там или какие-то эти из госструктур кто-то и его пытались запугивать но юрий ему сказал еще одну версию сказал что в принципе может быть они подходили потому что видели что ты куришь видели что ты наркоман а может быть поэтому такая реакция с их стороны а вовсе не по политическим причинам и не из-за твоих там постов которые кстати там пост один который выставили он был еще и с ошибкой кроме того его политическая платформа там что-то про освобождение женщин я просто чуть со стула не упала ну конечно парень незрелый это понятно вывод о возрасте как то так и высказывать политические свои лозунги но они еще пока не не созрели они еще пока не не имеют вот такой вот окраски как у человека который действительно прожил прожил жизнь и который может о чем то сказать конечно же это позиция ребенка с одной стороны но с другой стороны он подумал что за ним следят и поэтому он уехал из россии уехал вообще куда-то за границу ну и прекратил свою деятельность и вот смотрите удивление вызвала версия юрия дудя когда он предположил что может быть тебя останавливали не потому что ты там контрреволюционную или там какую-то деятельность ведешь до пропагандистскую там еще что-то против государства но может быть вопрос в том что ты выглядел как наркоман и вот идет реакция тела удивление поджал губы и че вот смотрите поджал губы челюсть получается тоже в сторону вот смотрите вот видите как он челюстью холочной системы получается все таки он думает слушая может и правда может и правда в этом была причина может я на воду думать мне показалось и а поэтому вот это вот как раз и выглядит так сомнение до сомнения человека в том что он был вот какое-то время уверен в этом а эта версия вызвала у него удивление вызвало мыслей и в общем то есть над чем задуматься и здесь мы видим как раз живую реакцию на версию которой он не предполагал понимает вот фишка в том что я хотела как раз показать что как на самом деле выглядит когда человек удивляется когда он даже если спустя какое-то время да вдруг его осеняет какая-то мысль на выполнены преступления вот раскрытые просу раскрытые преступления а иногда и выполнены просто караулили человека который похож на того кто курит траву смотрите поджал губу кивнул и опять сейчас будет так но челюсть сторону я что-то сейчас не заметила но возможно вы заметили что челюсть сторону тоже ушла как не буду просто повторять чтобы не затягивать наш стрим а но еще по поводу путина тут очень интересные сигналы тела были поэтому я решила включить этот стрим давайте посмотрим самый сильный человек мир а почему нет нифу ну-ка кто сильнее кто с ним будет что-то что с ним делать что будет делать с президентом сша просто перри выберут и другого и забудут старого смотрите вот и челюсть в сторону то есть отвращение челюсть в сторону то есть здесь а скрываемая скажем агрессия до скрываемая эмоция и она обозначает что ну как бы в общем то если он чем-то проштрафиться он уже как бы включил вот это вот отношение к президенту который повел себя не так и и пошла вот это вот скрываемая агрессия ты это имеешь ввиду нужно от силы имеешь ввиду нахождение власти я под силами ведут вот смотрите притопнул ногой вот что он имел в виду под силой и он сейчас это объяснит получается знаете вот на напомнила мне как знаете таракана придавил вот вот примерно так вот это иллюстратор прям четкий иллюстратор того как он считает что ну какая сила находится в руках у президента подконтрольность личности он все контролирует то есть вот это вот получается кроссовкам при придавил да можно сказать но по сути под его лапой или под ее его ногой находится все как бы вот вот что он сигналы тела его прям соответствует тому что он сказал да дальше следующий фрагмент а так ты летал в перу до на ивазку давно полтора года назад так почему решил смотрите тоже отсел я чувствовал что я не здорово морально что я какой-то озлобленный что все как-то против меня и все как-то вот неправильно смотрите сразу две ступни придвинул к себе запрятал опять да то есть некомфортно вот как раз иллюстрирует то о чем он говорит еще у меня не так скажу меня было важное вот здесь вот интересный жест смотрите он придерживает свою коленку да вот руку положил на коленку и придерживать свою гордыню придерживает свое я можно сказать решение в жизни я действительно собирался вот вернуться на youtube вот про youtube как раз мысль про youtube и это в нем вызывало какие-то эмоции до которые он вот таким образом как бы придерживал свое эго он старался как сказать себя на youtube возвращение на youtube чтобы это не было возвращением его эго и вообще разносом его эго потому что это конечно же большая ответственность он понимает и ему важно было сохранить вот это вот ничего личного это бизнес то есть вот чтоб вот так прийти на youtube а не для того чтобы там потешить свое самолюбие еще что-то и вот здесь вот идет придерживание своего эго я могу сделать похожую игру у меня опыт есть это самое ценное и если я сделал еще одну игру такую 3 4 5 двенадцатую я уже не захочу делать типа такую же видите опять вот опять он держит колени потому что на ему уже там какая-то другая она ну как бы здесь вопрос как раз именно про эго про его чувство собственного достоинства вот эти вот когда он трогает колени да вот что касается возвращения на youtube и что касается того что он там игры делает и но он по сути он повторяет чита игры но для него важно научиться это делать и для него важно просто понять что вот я могу это сделать но не более того чтобы не поднимать свое эго а просто вот чисто наработать еще один навык поэтому здесь идет вот это включение ну как приди придерживание своих вот этих вот личных амбиций да в пользу деятельности какой-то я мне будет уже стыдно обладаю огромным ты вот еще а там вторая рука прям погладила гордыню и он как раз в этот момент говорит мне было стыдно да то есть моё эго сильно страдала и мне таким образом пришлось его успокоить и и тем временем он поглаживает коленку вы видите как получается что вот прям человек говорит ну вот языком одно да говорит и то же самое он говорит языком тела вот это вот прям такая интересная симфония получается когда это все в полном объеме рассматриваешь поэтому вот я если буду в чате я обязательно ссылочку выложу чтобы вы регистрировались если вы вдруг еще не зарегистрировались на мои бесплатные занятия я буквально на следующей неделе их буду проводить поэтому будьте обязательно на связи там подписывайтесь ставьте колокольчики потому что это будет проходить в ю тубе три бесплатных занятия по физиогномики и там я уже дам некоторые навыки которые вы сможете использовать вот кроме наших обучений которые мы с вами сейчас вот проводим много будет таких классных вещей которые вы сможете прям четко это использовать каким же опытом я могу со всех этих игр сделать уникальные уникальными ну вот это конечно пожал плечом то есть не совсем уникальными но я так думаю что такими же уникальными как и его музыкальные произведения он просто тупо вот сейчас я послушала я поняла что он тупо тырит музыку да чуть-чуть там переделывает и выдает за свою тупо тырит игры тоже чуть-чуть переделывает но там прям юрий дуть ему показал да и в общем-то ивангай не не отказывался от этого то есть человек который просто берет какие-то уже наработанные вещи и немножечко переделывает и выдает за свое но сейчас это такой тренд а там тот же самый моргенштерн то же самое делает и многие другие популярные блогеры там музыканты и так далее поэтому это сейчас время такое да наверное поэтому ну что делать я здесь не не за авторские права и в общем то я сама здесь получается беру анализирую чужой контент но тем не менее речь об этом о том что вот он сейчас говорит и какие сигналы тела он при этом использует дальше а теперь вопрос с марьяной ро тут довольно интересная история давайте смотреть я наверное в плохом состоянии здоровья еще был такой полноватый вот смотрите уголок рта вы помните что угол рот это у нас отвечает за захватническую деятельность если человек здесь либо трет либо вот так вот облизывает это значит что он хочет захватить что-то побольше вот об этом я кстати тоже рассказываю на трех своих бесплатных занятиях обязательно зарегистрируйтесь и приходите а ну сейчас вот в двух словах то это просто расширение своей захватнической деятельности вот здесь в контекст впишите уже сами что это обозначает марьяна истерила я из-за контрактов ну конечно это же отражается на самом смотрите как отступает ногой то есть эмоционально он был подавлен я тогда реально очень хренов он пытался избежать вот и он и говорит то же самое что я мне было очень плохо и вот здесь вот идет вот это именно левая нога назад идет прядь видел и желтым таким вот это все накопительные типа действительно полтора года были моменты когда мы срывались но все могли как-то уладить потом ладно ладно слушайте так смешно когда я вижу у него накрашенные ногти я чё-то прям это бросается так в глаза если вас это тоже смущает напишите в комментарии мне как-то вообще как-то не не очень удобно а тут как это накопилось просто а вот это вот тоже интересный жест который мы довольно часто встречаем он трогает шею да на шее у нас про ответственности вот он говорит накопилось накопился груз ответственности который пришлось уже тащить было очень тяжело и вот он сейчас прям нам иллюстрирует то что проговаривает все я уже не мог просто проблемы не обсуждались даже мне кажется это я не знаю это сейчас типа если я буду строить отношения я использую конечно опыт этих отношений а здесь рука плавно перешла на волосы и он себя уже гладит он себя уже успокаивает и говорит но ты все равно молодец у тебя сейчас хороший опыт и это ты используешь следующих отношениях вот это он говорит а дальше следующий фрагмент давайте смотреть ну реально я не чувствую злобы к ней я же вижу к видите не чувствую злобы на самом деле вот это вот пожимание плечом он до конца не уверен он сам не знает чувствует не чувствует но как бы на уровне мозгов да он не чувствует на уровне бессознательного возможно чувствует но это опять такой шаткий вопрос ну не на сто процентов он может нам на него ответить поэтому бессознательное дает нам такой сигнал это все прикольно оборачивается как люди подхватывают опять причем да и негативные кусочки истории гораздо а вот смотрите у него взгляд переключился в эту область но я уж не стала вам показывать его базовую линию поведения но когда он вспоминает что-то что он прочувствовал он смотрит как раз в эту область и сейчас у него взгляд переместился сюда и он вспоминает прям конкретно вспоминает то что происходило активнее неже позитивные а что тебе это дает наверное просмотры вот смотрите окантовочка крылышко носика это очень интересная фишка вот я у себя на обучении когда про нос рассказывают это уже в самом обучении сейчас немножечко приоткрою завесу тайны вообще потому как у человека вообще окантовочка крылышко носика видна можно понять насколько человек целеустремленный в какой-то сфере причем правая сторона это про социальную сферу жизни левая сторона про личную сферу жизни если окантовочка крылышко носика видна справа то человек очень четко знает чего он хочет добиться в социуме если слева то человек четко знает какого партнера он хочет себе выбрать что он хочет от этого партнера получить вот знаете а кто-то ищет партнера просто вот я хочу ну про просто такого не знаю какого да а кто-то ищет вот мне нужно чтобы он зарабатывал столько то чтобы у него были такие глаза такие волосы такой рост но и так далее то есть человек четко не прям ну список можно сказать составляет того какой партнер он какого партнера он хочет себе а другой у которого вот как раз тот который составляет список требований до к партнеру это как раз и есть человек у которого четко очерчена крылышко носа вот это окантовочка прям есть а человек у которого не очерчено крылышко носа он будет просто как бы витать в облаках и говорить вот я хочу не знаю какого но какого-то я точно хочу поэтому здесь когда он говорит про подписчиков а он как человек опытный да вернее про просмотры да он как человек опытный в ю тубе он понимает что все вообще весь успех блогера состоит из просмотров и он четко уже для него вот обратите внимание это окантовочка он тронул именно справа то есть в социуме вот просмотры ему дают возможность продвигаться именно в социуме и он очень четко знает что через просмотры он станет успешный богатый знаменитый и так далее то есть вот вот эта структура да можно сказать что он сейчас нам показал свой список чего он хочет и в этом списке стоит один единственный пункт это просмотры и это самое важное для него но в общем то вот это вот то что он потрогал это место он же не знал да он не знал что надо именно здесь потрогать но его тело все отлично знала им а поэтому можно не учить иностранные языки можно вообще в принципе не понимать можно ехать в любую страну и язык тела мы всегда поймем вот это вот такой универсальный язык который работает абсолютно везде и несмотря на то что в мире так много языков вот этот язык тела он ну конечно же он отличается у других народов там другие культурные традиции может быть но тем не менее основные сигналы тела они вообще даже там у самых диких народов те же самые сигналы тела как и у людей более образованных и о культуре нах таких как мы с вами и так видите вот крылышко носика причем видите как он тронул именно то в том месте где окантовочка крылышко носика идет вот прям четко вот жест просто на 100 баллов но и он реально я и он удивился вообще смотрит на дудя и такой думаю так как а ты не знаешь а ты а ты ты же тоже блогер ты ты тоже должен знать что у нас все измеряется просмотрами но то есть получается здесь сразу два таких интересных жестов которые я считаю что надо вам было показать и если вам нравится то пожалуйста плюс в чат если вы смотрите сейчас это вот как это называется премьеру вот премьеру я сделаю сейчас сейчас допишу и сделаю премьеру и буду на ней сама смотреть на себя со стороны адам очень интересно кстати зрелище и по поводу его наркотиков но знаете я эту тему не стала раскрывать более полно ну во первых потому что уже по этой теме многие прошлись но мне так показалось я посмотрела кто он из там блогеров высказался по этому поводу я здесь морализмом заниматься не буду конечно же мы все понимаем что это зло мы все понимаем что это не нужно пропагандировать и ни в коем случае я этого не собираюсь делать но мне важно прочитать его сигналы тела да и давайте вот буквально немножечко затронем эту тему я ее полностью раскрывать не буду а также как и кстати по марьяне рон вы знаете если вам интересно продолжение я посчитала что в этой теме есть вообще хорошее продолжение есть вообще мне по крайней мере стало интересно по марьяне во первых посмотреть их совместимость я пока этого не делала и сейчас тоже не стану потому что не планировала во вторых там посмотреть вот с этим фейсом с которым она сейчас в отношениях что там происходит в третьих посмотреть вообще кто там кого бил потому что версии абсолютно разные марьяна ро сказала что это он поднимал на нее руку а иван гай только что вот в этом интервью сказал что это она подняла на него руку и поэтому он решил уйти от нее вот в этом вопросе я считаю что можно там разобраться выяснить вывести всех на чистую воду если вам это интересно то вы знаете что для этого делать пальцы вверх делитесь этим видео с его аудиторией которая заинтересована в том чтобы выяснить что там произошло почему они расстались пишите комментарии под этим видео прям развернутые чтоб я видела что вам эта тема интересна и тогда я сделаю продолжение если активности не будет то продолжение тоже не будет вот такая вот у меня история да но давайте посмотрим опять-таки я возвращаюсь к наркотикам да вот по поводу того что он сказал и как главное он сказал лсд психоделик грибы тоже психоделик трава психоделик айваска психоделик пьетовый кактус психоделик я вообще во психоделиком я вообще бы мне кажется в будущем мы вынесем их с разряда наркотики будем успешно использовать психотерапии нам надо просто изучить это все соли нет спайсы ну ты чего мифедрон не кокаин не ни разу не а вот в конце вы знаете все таки я очень сильно сомневаюсь что здесь он сказал правду ну вот последнее его движение головой конечно же было совсем нет а больше да и пожимания плечами он он наверное даже и забыл толком не помнит что он пробовал но явно больше всего вот по ощущениям что да это было но сейчас просто он об этом либо не помнит либо не хочет говорить вот так вот но его тело конечно же все помнит и конечно же с потрохами его сдает вот такая вот история вообще в принципе наше тело с потрохами всех нас сдает и если бы этого не было то у меня наверное не было бы работы но на тем не менее работа у меня всегда есть потому что новые интересные интервью опять выходят и я просто в шоке от того насколько интересные темы а я уже вчера посмотрела интервью софи таюрской и сейчас как раз хочу заняться именно этим интервью не знаю будет это опять вот так же в записи или это будет в виде стрима вот это вы пожалуйста напишите в комментарии как вам удобней и я уже подстроюсь под ваше мнение потому что мне все равно либо я вышла бы сейчас прямой эфир хотя в принципе мне очень удобно в любое время записать и выложить в удобное для вас время но если вам лучше в прямом эфире со мной общаться то пожалуйста напишите свое мнение вообще вот посмотрели это видео напишите свое мнение что вы по этому поводу думаете я тогда уже приму какое-то решение как лучше в дальнейшем либо это будет я буду комбинировать каким-то способом но в общем все зависит от вас и зависит от вас будет ли продолжение этой истории если действительно вам интересно кто виноват в том что расстались иван гай и марьяна ро то я проведу свое собственное расследование и сделаю вам такой разбор если не интересно если они уже что называется ушли в тираж и что если они там я не знаю ну не знаю что там в общем все зависит от вас вот так вот да я с вами на сегодня прощаюсь желаю вам всего самого теплого замечательного люблю вас всех пока пока